Добрый день, уважаемые слушатели, добрый день, уважаемые коллеги. Позвольте приступить к моему докладу. Итак, это морфологическая классификация образований молочной железы. С чего бы хотелось начать? Это основные вопросы, которые я бы хотела осветить. Первое – это классификация IGCC-8, или она же называется ТНМ. Это подходы к стадированию опухолевого процесса. Второй большой вопрос – это классификация опухоли молочной железы. Это новый пересмотр, который вышел в конце 2019 года. И большой вопрос, который касается конкретно данного курса – это корреляция морфологической и лучевой картины. Поскольку диагностика образований молочной железы – это командная работа, поэтому хотелось бы показать со стороны морфологов, что мы видим при диагностике образования молочной железы. Итак, первый вопрос – это классификация IGCC. В 2016 году была выпущена новая, восьмая редакция, которая определяет переход от популяционных подходов к персонализированным. И что же это значит? Это значит, что стадирование опухоли подходит в индивидуальном порядке. Стадирование опухолевого процесса играет важную роль в терапии, поскольку обеспечивает необходимой информацией не только врача, но и пациента для определения схемы лечения, прогноза и оптимальной тактики. Опухоли молочной железы – это единственная локализация, где клинические подходы тождественны с морфологическими. То есть мы оцениваем опухоль точно так же, как и врачи клинической специальности. Итак, что же основное? Какой был подход? Группа экспертов разделила подходы к стадированию на две большие группы. Итак, первое – это стадирование осуществляется на основании анастомической классификации, которую все мы прекрасно знаем. Это непрерывный фокус опухоли и наличие регионарных и отдаленных метастазов. И вторая большая группа – это стадирование, которое основано на прогностических группах. Были выявлены группы больных, где лечение опухоли молочной железы, будь то эндокринная, системная терапия, таргетная терапия, было осуществлено на основании исследования биологических маркеров. Исключением анатомических критерий протяженности опухоли и определение степени гистологической злокачественности. Что же это значит? Что, кроме того, одна и та же опухоль, которая относится к второй стадии при отсутствии метастазов, может попасть как в группу благоприятного прогноза, так и с промежуточным риском. И все будет зависеть от степени гистологической злокачественности, от иммуногистохимического профиля. На основании этого формируются эти прогностические группы. Также панель экспертов внесла значительные коррекции в определении категории Т и Н в материале резекции, коррекцию определения дольковой карциномы инситу, а также определила императив тестирования гормонально-рецепторного статуса опухоли, то есть ее биологического подтипа. И также наиболее важным наведением является включение мультигенных сигнатур для определения прогностических стадий опухоли молочной железы. В результате применения этих новых правил в порядка трети опухоли молочной железы были рестадированы в другие группы, в отличие от тех, что они были стадированы по анатомическому принципу. И около трети пациентов, согласно анатомической классификации, у них была понижена стадия в результате рестадирования новых подходов, а у 7% повышена. Я расскажу о некоторых исследованиях, которые были проведены относительно нового подхода. Это большое исследование, где было больше 10 тысяч случаев исследовано. И при применении новых правил стадирования эксперты определили, что изменили стадию порядка 45% случаев. И в этих 45% 57% повысили стадию и 43% понизили стадию. Вот что значит более персонализированный прогностический подход в стадировании опухоли молочной железы. Также было проведено исследование только для группы 3-жды негативных опухолей молочной железы, где также было изменение количества пациентов, которые были отнесены ко второй или к третьей группе прогноза. То есть мы видим, что при стадии НТН по анатомической классификации в группу 3 попало бы меньшее количество случаев, чем при применении анатомической классификации. Следующий большой вопрос – это гистологическая классификация. Все патологи мира безумно любят так называемый Blue Book. Это книги, которые выпускает Всемирная организация здравоохранения, которая посвящена классификации опухолей. И вот в конце 2019 года вышла уже печатная версия нового 5-го пересмотра опухоли молочной железы. Основное, на что хотелось бы обратить внимание, это на то, что был выполнен пересмотр гистологических подтипов опухолей, также написано обширное введение в диагностику опухолей молочной железы. И в новом пересмотре появились новые рубрики, на которые хотелось бы обратить ваше внимание. Итак, классификация опухолей молочной железы достаточно простая в понимании, потому что здесь выполнен довольно-таки стандартизированный модульный подход. То есть все образования начинаются от пролиферации, заканчивая опухолей, скажем так. Они идут от добра к злу, и в каждой есть свои подтипы. То есть мы сначала рассматриваем доброкачественные пролифераты опухолей молочной железы, к которым относятся аденозы, склерозирующие образования, аденомы, эпителиальные образования, папиллярные образования. И таким образом дальше подходим к неинвазивным карциномам, к переходу к инвазивным опухолям. Итак, каждый тип образования, будь то доброкачественные или злокачественные опухоли, описывается на основе локализации этой опухоли, где чаще встречаются клинических особенностей, эпидемиологии, этиологии и патогенеза, что стало новшеством в новой редакции предыдущей не был освещен вопрос патогенеза, гистологическая картина, как описывается опухоль, как ее можно описать, более четкие критерии. Также у каждого образования, если это возможно, описана диагностическая молекулярная патология. Также подходы к стадированию образования и прогноз. Из-за новшеств была включена информация о макроскопическом виде опухоли, потому что в предыдущей редакции не все опухоли были описаны макроскопически, цитологические особенности опухоли, а также четко прописаны основные и желательные диагностические критерии, которые должны быть в наличии у диагностируемой опухоли, потому что если их нет, мы не имеем права ставить какой-то, к примеру, особый тип опухоли, если у нас нет достаточных критерий для этого. Так, основное, что отмечено при введении в описании в злокачественных опухолях молочной железы, это прописаны четкие критерии на тингемской системе, которые позволяют определить гистологическую степень злокачественности опухоли. Есть четкие критерии, которые описывают. Раньше среди патологов было много споров о том, как определить опухоль определить оценку формирования тубулярной железной структуры. Короче, много дебатов по этому поводу шло, это единица или двойка. Теперь в книге очень четко прописано, какие опухоли мы должны оценить как единицу, какие как двойку. По определению оценки железистости опухоли, это первый балл в гистологической степени злокачественности. Также четко описана оценка прогностических маркеров, а это эстрогены, экспрессия стероидных гормонов, эстрогенов, прогестеронов, андрогенов в том числе. Это экспрессия HR2, это КИШ-67, для чего он нужен и как его оценивать, потому что опять-таки дебатов много идет по этому поводу. И другие прогностические критерии, такие как экспрессия PD-L1, четкие системы оценки ФИШ-теста. Это критерии определения суррогатных молекулярных потипов рака молочной железы. Кроме того, включена молекулярная классификация опухолей. А также новые прогностические маркеры, такие как опухоль, инфильтрирующая лимфоциты. И есть небольшой раздел по оценке лечебного патоморфоза после неодювантного лечения опухолей. Итак, в предыдущих пересмотрах раньше вы встречали, возможно, такие заключения, как и такие гистологические формы опухолей молочной железы, как медулярная карцинома или инвазивная карцинома с нейроэндокринной дифференцировкой, анкоцитарная карцинома. В настоящем пересмотре опухолей, классификации опухолей молочной железы данные подтипы отнесены к подтипам инвазивной неспецифицированной карциномы. Потому что это не значит, что этих карцином не существует. Я говорю сейчас именно про медулярную, анкоцитарную карциному. Просто были выполнены исследования, которые говорят о том, что, во-первых, воспроизводимость диагноза недостаточно. Результаты говорят о том, что прогноз этих опухолей очень сходный с неспецифицированной карциномой. Поэтому было решено отнести эти гистологические подтипы, типы опухолей, к подтипам инвазивной неспецифицированной карциномы. Просто теперь рекомендуется указывать, что это опухоль НСТ, но с медулярным паттерном роста или с меланцитарным паттерном, анкоцитарным и так далее. Кроме того, были выделены новые специфические подтипы молочной железы. Например, эмоцинозная циста аденокарцинома. Вот вы можете видеть ее на экране. Это выделенный гистологический подтип. Почему он выделен? Потому что по своей гистологической картине, по подходу к диагностике и прогнозу, он отличается от своих, так скажем, муцинозных собратьев. Поэтому эта муцинозная карцинома выделена в отдельный подтип муцинозной циста аденокарциномы. Кроме того, выделили новый редкий подтип опухоли, так называемый талсел-карцинома или высококлеточная карцинома. Тоже редкий подтип. Очень жаль, что такие вещи, как злокачественные опухоли, выглядят визуально очень даже прекрасно. И большой тоже отсвещен вопрос относительно нейроэндокринных неоплазм. Четко есть теперь распределение этих опухолей на нейроэндокринные опухоли и нейроэндокринные карциномы. Подход очень сходен к тому, как стадируют опухоли и классифицируют опухоли в желудочно-кишечном тракте. На что бы хотелось обратить внимание? Что даже в гистологической классификации опухоли, хоть книга больше написана для патологов, тем не менее рекомендована как и для онкологов, так и для диагностов, потому что там освещены очень много аспектов нашей практической жизни. Как мы определяем те или иные прогностические параметры опухоли. Также там описаны у некоторых локализаций, у некоторых гистологических потипов, прошу прощения, есть описание лучевой картины образования. И даже в этой книге описано, что не всё, что мы видим, как гистологи видят образование в препарате, сколько сложностей вызывает диагностика этих образований у лучевых диагностов, потому что не все образования так же чётко видны, как видно их гистологу. Я бы хотела показать несколько случаев из практики, которые встретились в нашей работе. Итак, первый диагностический случай – это женщина 46 лет, перед вами маммограмма. Мы видим, что чёткого узла… Сразу прошу прощения, возможно, за мою некорректность описания визуализационных методов исследования. Поэтому чёткого узла здесь не так видно, как хотелось бы, во всяком случае, и мне. Однако на МРТ уже видно чёткий узел в молочной железе. И, соответственно, при гистологическом исследовании мы также встретили чёткий узел с чёткими границами, который представляет собой инвазивный, неспецифицированный рак. Грейт-3 – это низкая степень гистологической злокачественности, который был диагностирован. Соответственно, я думаю, что такая картина очень часто встречается, когда мы видим чёткий узел по критериям, и мы видим такой же узел, и патологи его видят. Другая же совершенно ситуация, когда в молочной железе не видно чёткого узла, но видны кальцинаты, которые рассеяны в ткани железы. Также здесь может быть на других методах исследования где-то более чёткие критерии оценки, что это опухолевый узел или неопухолевый узел. Однако при маммограмме тоже обнаруживается лучистый контур образования. Что же видят патологи в этой картине? Перед нами опухоль, которая состоит довольно-таки высокодифференцированная, имеет чёткий звёздчатый узел и требует предельной диагностики между радиальным рубцом и тубулярной карциномой, потому что такая картина может быть характерна как и для того образования, так и для другого. Я думаю, такие образования вызывают сложности не только для морфологов, но и для диагностов, потому что они мимикрируют одно под другое. Но при дальнейшем излучении мы видим, что это образование состоит из многочисленных железистых структур тубулярных, которые высланы одним слоем эпителиальных клеток, не имеют миопители, и это признак злокачественности опухоли. Однако опухоль довольно-таки высокодифференцированная, имеет хороший прогноз, но требует чётких подходов в диагностике, потому что если мы не используем те достаточные чёткие критерии, которые прописаны теперь для определения чёткой нозологической единицы, можно ошибиться с диагнозом. И последний интересный случай – это маммограмма молочной железы, где ни в одной ткани железы не видно чёткого какого-то отграниченного узла. Однако, если мы посмотрим на гистологическую картину молочной железы, что мы видели при исследовании, то перед вами всё, что я сейчас показываю, это нормальная ткань молочной железы. Однако с другой стороны этого образования мы видим какую-то солидную опухоль, которая… нет чёткой границы у неё между опухолевой тканью и нормальной. Если мы посмотрим ближе на неё, то опухолевые клетки, вот я их могу показать, это мелкие, умеренно полиморфные клетки, которые по размеру своему сходны с клетками нормальной ткани молочной железы. Не такие опухоли, их не так легко увидеть на методах визуализации, потому что не так они выделены среди ткани железы, не формируют какого-либо чёткого узла. Поэтому при диагностике опухоли молочной железы со стороны методов визуализации далеко не все опухоли очень просты, далеко не все попадают в те классические критерии, которые хотелось бы видеть диагностом для того, чтобы поставить диагноз. Поэтому наша командная работа сможет помочь нам в таком большом труде, как диагностика опухоли молочной железы. Наверное, это всё, я думаю, да. Спасибо за внимание. Продолжение следует...